Максимальная концентрация, гипноз шара перед ударом, выверенный щелчок в нужную точку, хорошая позиция, первый набранный балл. Артём Моисеенко один из самых титулованных игроков турнира. Спортсмен многократный, чемпион Украины, победитель Кубка мира. В бильярде ценит интеллектуальный аспект. В разгар поединка действия нужно просчитывать на несколько ходов вперёд, быстро принимать правильные решения. Надо смотреть на позицию, разыгрывать её, стараться не просто бить, забивать, а думать, если стоит сложный удар, стараться где-то отыграться так, чтобы было сопернику тяжело. То есть позиционная борьба, она присутствует, и поэтому нужно всегда думать в игре. Яркие серии классных ударов. Абриколь, щелчок по траектории борт, шар, луза, штаны, так называется, касание, при котором два шара заходят в разные лузы. Спортсмен из Новосибирска Михаил Царёв исполнил зрелищный удар под названием «джамп» или «подкис шара». Михаил занимается бильярдом с шести лет. Сейчас, 24 года, он сильнейший спортсмен в Сибири, серебряный призёр чемпионата России. Это как-то на автомате всё происходит уже столько лет, если играешь, об этом сильно и не думаешь, всё по накатам идёт. Увлекательное соперничество. Звёзды против спортсменов, настроенных их обыграть. Бильярд – демократичный вид спорта. Первый вызов лидерам бросил самый юный участник турнира «Новосибирец» Евгений Ткачёв. 11-летний спортсмен дал бой своему земляку Михаилу Царёву. Бильярд – хороший вид спорта, потому что надо думать, просчитывать комбинации, ходы, забивать шаги, получать удовольствие. Играть с наслаждением скоро смогут и омские ребята. В начале 2019 года в нашем городе откроется школа бильярда. Брать пример можно с ведущих спортсменов. Трое наших игроков – Максим Кухаренко, Александр Иванченко и Данил Богомазов – вошли в число 16 лучших спортсменов турнира. Сергей Стадник достойно соперничал с сильным бильярдистом из Армении – Размиком Варданяном. Сергей – универсальный спортсмен, совмещает флорбол и бильярд. Что роднит эти виды спорта, и там, и там необходимо просчитывать на несколько шагов вперёд. И подготовка во флорболе мне помогает на бильярде, потому что некоторые партии затягиваются на несколько часов. Соответственно, требует хорошей физической подготовки. Сражение в решающих матчах турнира. Упорное соперничество. Главный приз перевесом в один балл выиграл Размик Варданян. Серебро завоевал бильярдист из Оренбурга Денис Смирнов. Третье место разделили игрок из Барнаула Дмитрий Староженко и спортсмен из Украины Дмитрий Белозёров. Итоги соревнования подвёл вице-президент Федерации бильярдного спорта Омской области Андрей Иванов. Это очень большой рывок. Мы проводим этот турнир третий раз. Уже звёзды сами приезжают к нам, потому что видят уровень, видят очень хорошие призы. И мы с ними очень знакомы, потому что возим спортсменов наших омских. Мы хотим развить омский бильярд. Где-то нужен ещё небольшой рывок, чтобы Омск где-то, ну, скажем так, прогремел. Впереди у омских спортсменов любительские соревнования. Следующий крупный турнир пройдёт в нашем регионе весной 2019 года. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Владимир Истин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.